всем привет наконец-то пришло лето и обзор солнечных панелей солнечная активность на нормальном уровне солнечные панели от logic power 60 60 ватная модель и 100 ватная это тот вариант солнечных панелей которые в общем-то ничем не отличаются от солнечных панелей которые устанавливаются стационарно на крышах на стойках но это солнечные панели портативные и мобильные посмотрите только чего стоит их такой вот переносной кейс для переноса из качественного материала выполнен очень классно все в кармане в этом мы имеем кабель для подключения 12-вольтового оборудования то есть для питания портативных станций дальше покажу на по станции мы также будем определять сейчас мощность потому что там есть дисплей на котором все это будет показывать показываться мощность панели которую она будет выдавать и здесь у нас выходящие интерфейсы под этот кабель джек у нас идет понятно юсби а и юсби си и индикатор светодиод вот в общем то и все в этом месте подключаем кабель и устанавливаем панель панель раскладная здесь все у нас идет на липучках это фото модули которые преобразовывают солнечную энергию в постоянный ток именно вот этот вариант солнечных панелей здесь есть с этой стороны также на липучках ножки для установки и регулировки угла наклона данная солнечная панель 60 ватт имеет вес два с половиной килограмма вот в общем то она уже и установлена направляете ее на солнце и по максимуму выставляете угол нужный это тот вариант который ты можешь брать с собой в поход устанавливать на автомобиль на крышу иметь в частном доме иметь даже в квартире установив ее на балконе ты будешь получать понятно если у солнечная сторона и какое-то время солнце светит в нужном тебе направлении то ты будешь получать электроэнергию для заряда твоих гаджетов это именно зарядные устройства не имеющие аккумуляторов не имеющие накопителей солнечными панелями ты будешь заряжать твой пауэрбанк твое мобильное устройство мобильный телефон твой планшет и все что имеет встроенный аккумулятор и потом по итогу зарядки ты будешь пользоваться своими гаджетами так здесь 100 ваттная панель поболее идет вес ее около 4 килограмм она имеет большую длину большее количество элементов понятно большее количество ног 100 ваттная панель именно на вот так вот больше чем 60 ваттная элементы и шире и выше скорее всего то ватной панели мы имеем на 1 юсби больше юсби который поддерживает быструю зарядку ql ком 30 юсби 1 поддерживает чисто 5 вольт 2 и 4 ампера 2 юсби а поддерживает быструю зарядку и 5 вольт 9 вольт 12 вольт юсби си как в 1 и 2 модели имеет мощность на выходе 45 ватт и также поддержка 5 вольт 9 вольт 12 15 и 20 вольт уже видно индикация вот по факту здесь солнечной активности уже есть солнечная панель в работе подключаем к ней нужное устройство и начинаем зарядку подключил к первому юсби тестер и видно по напряжению на холостом ходу 5 33 вольта сейчас по солнечной активности вот утро 952 солнце еще не в зените подключаю сейчас нагрузку к тестеру и потихоньку будем добавлять нагрузку и смотреть по показаниям напряжение и ток 05 ампера просадки практически нету 1 ампер небольшая просадка есть 2 ампера и напряжение в допустимых пределах есть еще даже запас 2 и 4 ампера 5 19 вольта отлично соответствует заявленному два с половиной ампера 517 уже больше заявленных показаний 3 ампера 513 вольта то есть вполне отлично можно заряжать мощные емкостные аккумуляторы и вот после 3 и 4 ампер уже напряжение падает 3 и 3 ампера в допустимых пределах можно заряжать гаджеты очень классно отличное показание во второй разъем поддерживающий быструю зарядку подключил смартфон который поддерживает быструю зарядку и можем увидеть что быстрая зарядка идет отлично в разъем type-c подключаю iphone и у нас также идет зарядка iphone заряжается показания на разъеме usb а1 5 и 3 5 35 вольт по по стандарту без нагрузки сейчас немного нагружу давайте посмотрим на два устройства какие будут показания 2 ампера и можно заряжать поток по напряжению отличные показания 519 при 2 амперах кручу дальше нагружаю нагрузкой два с половиной 517 ампера думаю троечку можно выкрутить 3 ампера 513 вольта отлично при том что заряжается у нас смартфон не отключается зарядка идет и плюс у нас здесь можно сказать максимально нагружен первый usb а разъем супер и это просто вот смартфон подключен к солнечной панели солнечная панель на солнце и еще не максимальная солнечная активность потому что солнце утренние и подключил кабель джек в разъем для зарядки зарядной станции по напряжению давайте посмотрим ну вот при такой солнечной активности 19 8 заявлено 20 вольт по максимуму ну все будет в порядке солнечная активность еще не максимальная это оптимальная зарядная станция logic power на которую я делал вам видео обзор небольшого она размера среднего веса и хорошей емкости и мощностью также она очень классная именно тот оптимальный вариант который тебе нужен если вот ты рассматриваешь к покупке зарядную станцию для дома для квартиры для путешествий также ты поставил ее в автомобиль от прикуривателя заряжаешь то есть очень много моментов разных вид полный видео обзор я показывал ссылку кому нужно переходите дам и вот мы подключаем эту станцию в паре если ты купишь два этих устройства к этой зарядной станции идеальный вариант это 100 ваттная панель вот это но также можно взять и 60 ватт ну если бюджет тебе не позволяет купить эту и она также будет заряжать эту зарядную станцию но понятно что с меньшей интенсивностью подключаю ее в разъем для зарядки для нас вольт 24 вольта и сразу индикация у нас показывает информацию по зарядке растет мощность видите устанавливается время до полной зарядки при такой мощности мощность растет 37 39 41 44 ну и эта мощность выдаваемая солнечной панелью напрямую зависит от солнечной активности и правильности размещения солнечной панели на солнце под правильным углом при хорошей солнечной активности реально вот это его солнечной панелью за день за хороший солнечный день зарядить вот эту вот мощную станцию зарядную и потом ей пользоваться сколько тебе нужно солнечную панель не обязательно заносить она не боится дождя ну может если намокнет ее корпус вот этот вот органайзер ну хотя я думаю что нет само устройство класс защиты ip67 под воду понятно погружать не будешь его а вот в случае если дождь идет то ее можно оставлять но понятно что в дождь она неэффективна поэтому желательно ее собирать санта станцию солнечную также можно заносить и нужно желательно не оставлять на солнце заносить куда-то в тень наверное у многих возникнет вопрос через стекло если я например оставил ее на балконе балкон рама закрыта через стекло будет ли заряжать конечно будет солнечный эффект есть солнце будет попадать на солнечную панель главное может стекло немного будет уменьшать солнечную активность но это не будет сильно сказываться на мощности солнечной панели также можно ее ставить также на окне и прикреплять ее на само окно например повесив развесив ее и также она будет заряжать ваши гаджеты так как данная зарядная станция поддерживает солнечные панели вот по максимуму 12 вольт 70 ватт то при достижении максимального значения на индикации там 60 где-то 65 ватт станция уходила в защиту поэтому максимальных показаний в 100 ватт я не видел с солнечной панели 100 ваттной 60 ватт на я показывала где-то 45 50 ватт при вот этой вот солнечной активности на сегодня все такие вот проверенные устройства которые реально работают logic power в украине можете сразу переходить по ссылке это все уже в украине не нужно ждать с доставки из китая и проверенные устройства также с гарантией заходите консультанты вам подробнее более расскажут об этом всем где производится как и какая гарантия всем удачи и до следующих видео